Приветищи! Это ферма будущего, то есть Satisfactory. Сегодня у нас стоит вопрос ребром. Нам нужно дозавершить постройку вот этого бура. Электричество мы туда, чтобы еще не подвели. Нам нужно это сделать. Доделать конвейер. В комментариях писали, что конвейеры можно соединять. Но пока у меня этой возможности нет. Будем ждать, когда это появится. Ну и также мне написали в комментариях, что можно сделать биомассу из листьев. Я этого не замечал. Видимо с улучшением хаба до уровня 4 это появилось. Действительно. Биомасса из листьев, ее можно сделать. Сделаем сразу несколько штук. Сейчас же наша задача подключить все-таки бур с известняком. Чтобы он потихонечку по конвейеру нам его поставлял. Для этого нам нужно взять вот эту электровышку и от нее подтащить электрокабель до нашего бура. Вот таким макаром. Все, бурильня заработала. Известняк сейчас должен, по идее, прийти. Кстати, у меня теперь появилась отличная беговая дорожка. И в то же время лесенка. Не нужно зигзаги всякие накручивать. Ой, опасная лесенка. Так, известняк пошел. Все, отлично. Ну и слушай, своего рода это эскалатор. Теперь можно просто стоя скатиться вниз. Наконец-то все ресурсы для улучшения нашего хаба собраны. Сейчас мы их сюда переташим. И улучшаем. Хаб получим до уровня 5. Визуально хаб никак не изменился. Во-во-во, смотри, смотри, что прилетело. Это, короче, нам сверху прислали исследовательскую лабораторию, ты прикинь. А вот этот корабль, это беспилотник. Что у нас? О, ты посмотри, у нас тут внутри переоборудовалось все. Это у нас исследовательская лаборатория МАМ. Что мы тут можем исследовать? А, собственно, все мы здесь можем исследовать. Инопланетные ягоды, панцири, орехи. Короче, все, что я найду, я могу здесь исследовать. Смотри, жесткий диск могу исследовать. Помнишь, мы в разбитом дроне нашли жесткий диск? Вот такой вот. Давай-ка его исследуем. Начать анализ. Ого, анализ будет 9 минут происходить. Вот он лежит, жесткий диск. Его тут анализируют. Давай-ка зайдем в мастерскую, глянем, может, что новое появилось? Ага, смотри, маяк и сканер объектов. Я так понял, что это портативный сканер объектов. Уменьшенная копия того, что стоит у меня в хабе. Надо бы сделать, слушай. Значит, как раз 3 маяка мы можем сделать. 3 готово. И делаем сканер объектов. Отлично. Возьмем его в руки, посмотрим, что это такое. О, смотри, как оно выглядит. Пищит. Пиликает. Так. Подожди. Я подхожу к чему-то, и он сильнее пиликает. А если я на него тыкну? О, энергослизь. Все понятно. Этот сканер, это сканер органики. У нас есть сканер руды. Вот это вот сканер руды. А вот это сканер органики. Что ж, давай попробуем найти этих энергослизь. Пойдем. Я так полагаю, что эти энергослизни будут заменой биомасси. О, клубничка. Он пиликает сильнее. Где-то здесь. Где-то здесь. В листе, что ли, сидит? Так, так, так. Совсем близко. Уже вот-вот-вот-вот где-то здесь. Помехи. Так, так, так. Во! Вот он, смотри, какой огроменный. Офигеть. Зеленый энергослизень. Он на огроменную улитку похож. Давай заберем его. Просто взял и в карман убрал такую тушу. Странный слизень, слабо излучающий странную энергию. Надо будет это дело изучить. Я теперь могу в руку брать по два предмета. Теперь я могу менять руками вот так вот. О, еще где-то электрослизень есть. Походу нам туда надо, вон. Вон он, наверху. Я его даже отсюда вижу. Бежал за электрослизнем, а нашел, смотри, что. Уголь. О, да, наконец-то я взобрался. Какая красота. Вот он, наш Слезяу. Светящийся. Смотри, как его искажает. Такое ощущение, что он радиоактивный. Пойдем-ка и глянем, что там наша исследовательская лаборатория. Она уже должна была изучить жесткий диск. Так. О, 25 секунд. Все. Жесткий диск изучен. Выберите желаемую награду. Я-то думал, после анализа смогу жесткие диски делать, а они мне, смотри, что, награду предлагают. А, эта награда увеличивает скорость производства. Давай, наверное, железный слиток подтвердить. О, смотри, мы теперь можем этих слизней анализировать. Заталкиваем его сюда и анализируем. Через 4 минуты мы узнаем, что мы получим за слизней. В специальных у нас появился космический лифт. Нифига себе, сколько на нем материала надо. В электричестве у нас появился сжигатель биомассы. А может, чего нового в терминале хаба есть? Опа! Ранг 1, ранг 2. Комплектующие. Ух ты ж, нифига себе. Обзорная башня, биотопливость, стена с дверью. То есть мы здесь можем еще построить и свое жилище. Но мне нужна оптимизация. Смотри-ка, конвейерные лифты есть. А вот они, конвейерные разветвители. Или конвейерный соединитель. Вот это нам с тобой и нужно. Ого, красная кнопка! Мы че, сейчас ядерную войну начнем с тобой? Ну давай нажмем. Так, запустили по идее сейчас. Должен полететь наш дрон. Ну а мы сейчас сделаем с тобой разветвление для наших конвейеров. Наконец-то! Так, вот такой вот он квадратик. Разворачиваем его сюда. По идее это как-то должно выглядеть именно таким вот образом. Строим. Подтягиваем туда конвейерные ленты. А, места мало все-таки. Хорошо, убираем. Хранилище тоже убираем. Надо будет его переместить. Это тоже убираем. Значится так. Тянем ленту сюда. Ставим контейнерный соединитель. О, дрончик вернулся. Пока я тут строю. Так, готово. Эта лента у нас подсоединена. Теперь надо подсоединить вот эту ленту. Есть. И ставим здесь хранилище. Подтягиваем к нему ленту. И по идее все. Сейчас должны чередоваться прутья и известняк. Во, 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 пошло. Смотри, чередуется. Ништяк. Все получилось. Круто. Надо отпраздновать это малинкой. Кстати, пойдем посмотрим на исследование нашего слизни. Что там у нас получилось-то? Так, завершен анализ следующего рецепта. Зеленые энерго-слизни. Пожалуйста, выберите из списка другой образец, чтобы начать новый анализ. А, а вознаграждение. Короче, с этих слизней можно собирать кристаллы и преобразовывать их в энергетические модули. Эти модули можно вставить потом в какие-то здания. И тем самым прокачать их. То есть увеличить свое производство. Вот. Что у нас есть еще? Цветочные лепестки. Давай исследуем это. Анализируем. Короче, созрел коварный план. Строим здесь конструктор. Подводим к нему конвейерную ленту. Просим теперь его, чтобы он забирал с хранилища известняк и делал цемент. А цемент потом снова отправлялся обратно в хранилище. Опа. Теперь нужно прокинуть электролению. Какая у нас свободная вот эта? Вот свободная. И по идее все должно заработать. Проверяем. Ааа, подожди. Откуда здесь листы? Нам листы здесь не нужны. Черт. Листы забили конвейер. Придется конвейер убрать. И сделать его заново. Вот так. Ну-ка. Должно все заработать. Известняк поступает. И выходит цемент. Ништяк. Кстати, новое письмецо какое-то пришло. Давай глянем, что там. Оповещение энергетической сети. Текст блок. Похоже, что у нас энергетическая сеть перегружена. Это я хочу тебе сказать очень плохо. Да, действительно. Произошел какой-то сбой. Давай на рычаг потянем. Так. Все, все восстановили. Опять вырубилось. Что ж такое-то? Кажется, я понял. Слишком много производственных мощностей подключено к этой энергосети. Ладно. Тогда мы убираем этот провод. Убираем этот кабель. Делаем еще одну электролинию. Вот там. Уже к ней подцепляем тот бур. И наш новый конструктор. Перегрузок не должно быть. Должно все работать. Окей-токей. Так. Цемент наш поступает в разделитель конвейеров. И должен, по идее, выходить там. Вон он, да. Выходит. И заходит в хранилище. Отлично. Блин. Прибежал к хранилищу, чтобы забрать листы железные. И увидел вот такую картину. Этот конструктор засасывает и известняк, и цемент. Это плохо. Это очень плохо. Это мне не нужно. Да что ж ты будешь делать? Пластины какие-то тут. Убрать их к черту. Так. Строим заново. Снова пластины. Короче, в топку этот конвейер. Сделаем сейчас с тобой по-другому. Нужно, чтобы вот эта конвейерная лента шла прямиком. Вот сюда. Так. И заходи сюда. Все. Так будет намного проще. Давай посмотрим, что у нас есть в ранге 2. Расчистка препятствий. Цепная пила, ты глянь. Мне она срочно нужна. Вези мне бензопилу. Пилить деревья буду. Бензопила, бензопила. Она по-любому в мастерской есть. Цепная пила. Ей-ей-ей. Сейчас будет у меня бензопила. Надеюсь, она не ломается. Так. Бери в руку бензопилу. Ёшки-матрёшки. Посмотри, какая она мощь. А-а-а. Она не будет работать без батареи. Чёрт подери. Нужна батарея. А-а-а. Нужно сделать батарею срочно. Где мне это сделать? Как плохо, что здесь нет магазинов. Где можно купить батарейки? Во-во-во. Комплектующие. Вот, что нам нужно. Здесь есть биотопливо. Так. Где это биотопливо? Вот оно. Погоди. Так его, получается, можно ещё и заправлять в наши биосжигатели. Круто. Во-во-во. Ты слышишь, как бензопила заработала? Ништяк. Ништяк. Бензопила работает. Давно хотел вот это дерево спилить. Попробуем. О, ёшки-матрёшки. Вот это круто. Тебе не нужно париться, бегать, собирать всякие листики, веточки. Просто подошёл его так вот и срезал. Шикарно. Во-во. Смотри, какое огромное дерево. Давай посмотрим, сколько с него будет древесины. О, ёшки-матрёшки. Мицелей ещё пять штук. Листьев 217, 91 древесина. Так, всё, бензопила, уходи. Слишком ты громкая. Ну, а вон и дрон прилетел. Ты посмотри, сколько у нас теперь тут биотоплива, ё-моё, будет. Пойдём теперь с наших биосжигателей вытаскивать биомассу. Вот это мы всё забираем и вставляем туда биотопливо. Это намного энергоэффективнее. И экономнее, чем обычная биомасса. Ну что, на сегодня это всё. Если тебе понравилось, то с тебя лайкосик, комментосик под видосик. Ну и подписочка, если ты ещё не подписан. Ну, а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...